слава иисусу христу все мои видео о том что иисус христос живой бог и что он говорит очень многие люди не верят что он живой очень многие люди не верят что он говорит и еще больше людей наверное не верят что можно его слышать и быть водимым духом святым мы живем на этой земле с единственной целью чтобы прославлять нашего бога прославлять нашего царя прославлять нашего спасителя избавителя господа и господина иисуса христа это великая честь и привилегия быть в его употреблении быть использованным им для его славы и чтобы был добрый плод в его царстве я хочу поделиться удивительным опытом и ободрить каждого кто хочет служить богу кто хочет оказывать влияние на ход истории чтобы прославлялся иисус христос я слышала о том что пост и молитва влияют на ход истории я слышала это от одного единственного человека я это запомнила это коснулась моего сердца я очень захотела еще больше служить богу и совсем недавно в эту субботу в прошлую субботу господь повел меня в пост я не знала по длительности сколько будет этот пост но я была готова поститься и господь дал необыкновенную благодать было легко и в понедельник на третий день поста когда я общалась с одним человеком он сказал удивительную вещь что четыре понедельника подряд были массированные обстрелы по всей украине и понятно что эти обстрелы сопровождались огромными разрушениями ранениями людей и гибелью людей а в этот понедельник он говорит странное затишье и дух святой обратил мое внимание на то что что это третий день моего поста для меня это было необыкновенное ободрение необычайное ободрение следовать за духом святым дальше в среду я увидела две или три новости смотря какие сейчас вспомню первая новость о том что российские войска будут освобождать херсон они будут уходить из него вторая новость о том что по моему во вторник с белоруссии вылетел самолет со снарядами на борту он полетал где-то над нашей территории вернулся обратно снаряды не были сброшены для меня это было еще одно сильное ободрение поститься и идти дальше еще одну новость я прочитала что начальник разведки вместе со своими сотрудниками встретился с каким-то вышестоящим священником православной церкви и они говорили о том что сейчас решающий ход войны и им нужна помощь каждого украинца и божье благословение я тут же отметила для себя что я как украинец на этой земле в этом государстве помогаю стране где насадил меня господь постом и им нужно божье благословение божье благословение это после покаяния смирение оставление своих грехов об этом и был мой пост пост был о том чтобы господь продлил время милости для украины белоруссии и россии я молилась о каждом человеке в этих трех странах которые воюют участвуют в этой ужасной войне чтобы каждая душа покаялась и примирилась с иисусом и успела это сделать пока на земле поэтому мой пост был не о победе какой-то не каком-то военном стратегическом плане не о том как я себе представляю но господь сам решает что делать наше дело молиться и ходатайствовать о спасении душ и благословение божье приходит когда люди каются смиряются под крепкую руку божью но самое главное что я услышала о том что вышестоящие органы власти понимают оказывается что им нужно божье благословение и я как раз тоже постилась о божьем благословение для украины с грешниками бог не общается но он общается с теми кто чтит его кто служит ему кто оставил грех это были большие ободрение для меня идти дальше и потом я видела что пост мой будет 7 дней как то так размышляем всегда 7 дней 14 21 40 вот но в седьмой день утром когда я проснулась 11 числа это был седьмой день моего поста и господь сказал мне кушать я я очень боролась с этим потому что чувствовала себя бодрой активной и без пищи действительно очень легко кушать мне не хотелось но я просто чувствовала что я должна завершить свой пост причины этого я не знала в девять часов я вынуждена была остановить пост в течение дня я тоже не понимала почему так произошло в сердце был абсолютный мир я знала что это воля господа и вечером когда я села работать над переводами за компьютер господь мне показал победу входа вооруженных сил украины в херсон радость людей ликование людей и он мне показал что победа есть то есть этот шестидневный пост принес очень много благословений не только для украины потому что если бы была битва за херсон погибло бы очень много людей со всех сторон господь не допустил этого и он сделал так как он решает как он предопределяет когда люди постятся молятся и находятся в его совершенной воле для меня это большое ободрение идти дальше с господом и я хочу ободрить каждого человека в том чтобы искать господа чтобы знать его голос если мы ищем его мы должны не просто искать его голоса быть готовыми делать то что он скажет потому что он может повезти в пост он может сказать куда-то ехать он может повелеть идти какому-то человеку и что-то говорить он царь и он повелевает мы должны повиноваться я вас даю славу иисусу христу я радуюсь я ликую потому что наверное впервые в жизни я осознала что с позиции бога я живу на этой земле не зря я действительно все больше и больше стараюсь исполнять его волю делать то что хочет он чтобы влиять на ход истории поймите что даже влияние на одну душу это уже влияние на ход истории а если мы еще влияем в большем объеме это очень ободряет я просто вчера размышляла какую радость принес приход войск украины в херсон сколько настрадались эти люди что они натерпели за это время оккупации как они ждали освобождение и как они рады я молюсь и продолжаю молиться чтобы бог продлил время милости для украины белоруссии и россии я молюсь о покаянии каждой души без исключения чтобы каждая душа включая христиан и верующих проснулась пробудилась от глубокого сна покаялась примирилась с господом и начала трудиться в винограднике его еще очень много работы нужно сделать еще очень много душ не знают иисуса христа мы можем быть в тени но влияние на историю происходит происходит через молитву происходит через пост самое главное в этом деле водительство духа святого я ободряю каждого искать иисуса знать его голос и быть готовым исполнить его волю чтобы прославлялась только его имя пусть господь иисус благословит каждого из нас